СКОРОСТЬ Скорость, адреналин, воля к победе, дух соперничества – все это конькобежный спорт. Конькобежный спорт в России был первым. И до 19 века единственным зимним видом спорта. По своей доступности он был спортом номер один. Первые катки для занятия конькобежным спортом появились в России в 30-е годы 19 века. В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Серпухове. Уже в 1864 году было создано Санкт-Петербургское общество любителей бега на коньках. За короткий срок оно успело приобрести такую известность за границей, что сумело собрать в Петербурге лучших в то время представителей Америки и Европы на крупные международные соревнования. Российские конькобежцы уже в то время были активными участниками чемпионатов мира. Наибольших результатов тогда добился Николай Струнников, ставший чемпионом мира в 1910-1911 годах. В 1947 году Федерация конькобежного спорта СССР вступила в Международный союз конькобежцев. А в первенстве мира Финляндии на дистанции 500 метров первым был Константин Кудрявцев. Именно он впоследствии найдет место для уникальной конькобежной площадки под Алматой Мидеу. Будет руководить сборной страны, воспитывать многих знаменитых чемпионов. Его ученики в 60-е и 70-е годы открыли золотой век советских конькобежцев. Когда мировые рекорды падали один за другим, а пьедесталы всевозможных соревнований занимали только наши спортсмены и спортсменки. Сегодня увидеть живую историю конькобежного спорта нашей страны в подлинных экспонатах, посмотреть уникальные фотографии и прикоснуться к тайне великих побед можно в городе Челябинск в Музее истории конькобежного спорта Ледового дворца «Уральская молния» имени шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Павловны Скобликовой. У нас очень большие традиции конькобежной в Челябинской области уже не один десяток лет. И сейчас вот на последней олимпиаде в сборной России было три наших девочки. Катя Малышева, Светлана Кайкан и Ольга Фаткулина. То есть традиции продолжаются из года в год, из поколения в поколение. Традиции эти, они наглядны. Они вот в этот музей, знаешь, каждый раз заходишь с дрожью, когда многих людей, из этих людей многих знаешь, да, и видишь потом вот эти все результаты, чувствуешь какую-то частичку сопричастности. Сегодня Музей истории конькобежного спорта – это постоянно работающая экспозиция. Всего на площади в 152 квадратных метра выставлено более 2000 экспонатов, и число это непрерывно растет. В постоянной работе более десятка персональных экспозиций. Наиболее полно представлены Лидия Павловна Скобликова более 100 подлинных предметов, среди которых личные вещи, письма, документация, награды, призы и подарки. Евгений Гришин – около 60 экспонатов. Семья Соловьевых – 50 предметов. Коллекция постоянно обновляется, и на сегодняшний день соотношение между предметами прошлого и наших дней – 4 к 1. Также в музее создана экспозиция истории всех 15 зимних олимпиад, в которых принимали участие наши конькобежцы с 1956 года и до наших дней. Среди уникальных экспонатов музея – почетный диплом 1912 года, присужденный первому роликобежцу города Москвы Чернавкину Ивану Алексеевичу. В год музей принимает более 5000 человек. Музей посетили президенты Путин, Назарбаев, министр Нургалиев, начальник генштаба Балуевский, олимпийские чемпионы Фетисов, Крутов, Тихонов, Гуляев, Журова, Саутин, Скобрев. Мы видим с вами замечательный дворец, в этом дворце есть музей, потому что, не зная нашу историю, мы не можем двигаться дальше. И вот именно благодаря этим грамотным шагам, которые было сделано руководством, у нас есть такая возможность гордиться нашим Уралом, конькобежным Уралом. Я думаю, что молодежь с каждым днем в этом регионе будет расти и расти настолько быстро, что уже, наверное, к Сочи будет не один, как сейчас представитель Челябинска в сборной команде, это Паша Байнов, а гораздо больше ребят, которые смогут на качественном уровне конкурировать с сильнейшими кинкобежцами в мире. У меня как простого любителя спорта, как болельщика российских спортсменов, то, что я сегодня увидел здесь, меня очень действительно тронуло. И прям мурашки по коже идешь, когда смотришь оригинальные вещи в тех далеких годах, когда наши великие спортсмены Советского Союза выступали, добывали честь и славу всем нам. То есть, действительно, очень приятно это видеть. И вдвойне приятно того, что основная масса подарков здесь, наград, которые выставили, это наши легенды Челябинска и всей России Лидии Павловны Скобликовой. На Олимпиаде 60 в Сквовелле советский гимн прозвучал дважды в честь молодой уральской спортсменки, которая быстрее всех завершила бег на дистанции 1500 и 3000 метров. Так началось победное шествие Лидии Скобликовой по олимпийским пьедесталам. Олимпиаду в Инсбруке пресса всего мира назвала Олимпиадой Скобликовой. Четырежды ее финиш венчала золотая медаль. Специалисты, отмечая легкость, красоту и оточенную технику ее бега, называли ее королевой коньков. Для болельщиков, коллег, друзей и земляков ее спортивным прозвищем навсегда стала Уральская молния. Именно это имя носит Ледовый дворец в городе Челябинск. И в создании уникального музея Лидия Павловна принимала непосредственное участие. Это неотъемлемая часть жизни конькобежцев. И когда был построен и запущен этот прекрасный дворец, пришлось в течение следующих двух лет собирать по крупицам материал. И не только у нас, и не только мои призы, а со всей нашей огромной страны материалы о выдающихся конькобежцах. Главная задача была показать не только достижения челябинских или уральских спортсменов, а показать такое, знаете, чтобы музей отвечал и раскрывал историю развития конькобежного спорта нашей страны. Ну и естественно, что очень большое место отведено победам спортсменов, которые жили на Урале, воспитаны на Урале. И безусловно, из лучших призов я отдала музею. Это не жалко, потому что это все для зрителей, для нашего подрастающего поколения. И все мы прекрасно понимали, ну что лежать призам, медалям и так далее, где-то у нас в шкафах. Лучше пускай их видят люди. Вторая функция нашего музея – передача вот этой эстафеты, эстафеты побед нашему подрастающему поколению, юным конькобежцам. Никогда в жизни, по-моему, мы нигде не собирали и не выставляли кубки, грамоты и всю наградную атрибутику, которая касается вот сегодняшнего дня. Где-то в школах стоит, где-то там в спортивных секциях. А здесь мы собрали. Нам вот когда выигрывает кубок, ну, например, вот на серебряных коньках, приезжают в соревнования, они кубок несут нам. То есть он такой вот, все поняли, что это замечательный музей. Юные спортсмены приветствуют Лидии Павловны Скобликовой. Для конькобежцев любого поколения полноценная жизнь – это темп, это скорость, это жажда успеха. Первенство Союза конькобежцев России на призы Лидии Павловны Скобликовой – это шанс проявить себя, заявить о себе, как о надежде большого спорта. Я желаю вам победы. Я желаю, чтобы вы показали лучшие свои результаты. Принимать заслуженную награду из рук шестикратной олимпийской чемпионки настоящей спортивной легенды не только приятно, но и очень почетно. Награждая чемпионов, Лидия Скобликова будто бы благословляет их на дальнейшие победы. Дружба, начавшаяся в юности, бывает самой крепкой и преданной. В этом абсолютно уверены ветераны конькобежного спорта, первые мастера спорта Челябинска 1957 года – Татьяна Сидорова, Анастасия Пашкова, Ирина Зайцева, Лидия Скобликова и Светлана Морева. Свою спортивную дружбу они пронесли сквозь годы, и хоть жизнь развела подруг по разным городам, в Челябинске есть место, где им всегда рады, где их с нетерпением ждут. Это родной Скобликовский стадион и, конечно, музей, трепетным хранителем которого является Ирина Зайцева. Такой музей мог бы сделать только очень увлеченный человек – это Ирина Егоровна. Это получилось место, где теперь каждый рад бывать, кто когда-то катался на коньках. На музее он как бы нас тряхнул, объединил, особенно ветеранов. Потому что раньше, ну где мы можем собраться? Случайно, встретившись где-то. А здесь Ирина Егоровна, она любит это дело. Грамотный человек, знающий толк. За эти четыре года создался вот такой очень мощный, очень классный просто музей, потому что здесь почти все экспонаты у нас настоящие, у нас почти нет дубликатов. Мне никто не отказал, чтобы отдать вот эти свои призы, свои какие-то награды. И даже сейчас маленькие дети бегут сюда бегом, чтобы что-нибудь про них было известно. И они несут свои медали и свои дипломы. Сейчас спортивные высоты покоряет новое поколение конькобежцев. Они юные и целеустремленные. У них, как и у их предшественников, выдающихся спортсменов, есть огромная воля к победе, огромное желание стать первыми, самыми быстрыми, самыми лучшими. И, возможно, когда-нибудь медали, кубки и призы сегодняшних юных конькобежцев займут достойное место в большой экспозиции музея. Будут его гордостью и славой. Наверное, каждый ребенок, который начинается заниматься коньками, он, придя в этот музей, он полюбит конькобежный спорт, он будет гордиться, что он занимается конькобежным спортом и приложит максимум своих усилий для того, чтобы добиться таких же результатов, какие добились многие те люди, которые сегодня представлены в этом музее. Пусть молодежь тоже на это смотрит и понимает, что, в принципе, все в их руках, все в их желаниях, в их стараниях. Если они захотят стать великими спортсменами, они этого добьются. Уверена в том, что второго такого музея у нас нет. Редактор субтитров А.Семкин